Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксон. Почему мы изучаем историю? Почему мы обращаемся к прошлому? Ответов на эти и подобные вопросы множество. Зависит от каждого из нас. Мне история помогает осознать настоящее и задуматься о будущем. Когда мы приходим в картину-галерею, чтобы полюбоваться живописью, нам советуют вначале посмотреть на полотно с относительно большого расстояния, чтобы охватить его в целом. А затем можно подойти поближе, чтобы видеть какие-то прекрасно выписанные детали картины. История дает возможность посмотреть, проанализировать настоящее с необходимым расстоянием. Дает временную перспективу. Не столь уж важно, это относительно недавние события или уже прошло много веков. Главное – точность, правдивость рассказчика. Будет ли это Гомер или, допустим, Владимир Карамурза. Вчера в газете The Washington Post была опубликованная статья под названием The West deserves much of the blame for the Putin's rise to unchecked power. Или Запад заслуживает большую часть вины за беспрепятственный приход Путина к власти. Итак, продолжаем наш цикл, обращаемся к первоисточникам. А в начале этой программы, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Диктаторские режимы могут прийти к власти разными путями. Иногда через годы Гражданской войны, как это случилось с большевиками в России после 1917 года. Иногда через демократические процедуры, как в Германии в 1930-х годах. Или как в Чили в 1973 году. Это может произойти в результате военного переворота. Владимир Путин пришел к власти в 1999 году благодаря закулисной сделке в высших эшелонах администрации президента Бориса Ельцина. Но новому крымевскому лидеру потребовалось время, чтобы превратить несовершенную российскую демократию в цельно-авторитарную систему, которая является сегодня. Никто не может точно указать момент, когда Россия перестала быть демократической. Но год? Год можно назвать с уверенностью. Это был 2003 год. И на этой неделе исполняется ровно 20 лет с момента первого поворотного момента в этой трансформации. 22 июня того же года Путинское министерство печати отключило сигнал вещания ТВС последней независимой телекомпании России. В характерном проявлении советского лицемерия официальные причины были названы интересы зрителей. Это был последний шаг путинской кампании против независимого телевещания, который начал через несколько дней после своей инаугурации с рейда службы безопасности в офисах крупнейшего частного медиахолдинга России. В течение трех лет все крупные независимые вещатели НТВ, ТВ-6 и, наконец, ТВС замолчали, предоставив Кремлю полную монополию на эфир. Контроль над общедоступным источником информации является обязательным условием любой диктатуры. Две другие вехи произошли позже в том же году. В октябре 2003 года службы безопасности Путин арестовали самого богатого человека России, нефтяного магната Михаила Ходорковского. Официальное обвинение – уклонение от уплаты налогов. Настоящей причиной было финансирование Ходорковским, групп гражданского общества и оппозиционных партий, его публичная конфронтация с Путиным по поводу коррупции в правительстве. Это был четкий сигнал Кремля всему российскому деловому сообществу – оставайтесь лояльными или держитесь подальше. Наконец, в декабре в России состоялись парламентские выборы, которые впервые после распада советской власти были оценены международными наблюдателями как несправедливые. Это привел к изгнанию демократических партий из Думы. Когда российский парламент стал, по незавянным словам его спикера, не местом для дискуссий, авторитарная трансформация Путина завершилась. Для тех из нас, кто был вовлечен в демократическую оппозицию Путина с самого начала его правления, было болезненно наблюдать, как спокойно большая часть российского общества, казалось, воспринял демонтаж зарождающихся свобод 1990-х годов. Уличные протесты против захвата государством ИТВ имели место, но далеко не в том масштабе, который заслуживала ситуация. В российском парламенте звучали принципиальные голоса против авторитарных шагов Путина, такие, как голоса Бориса Немцова, но масса народного движения им не противостояла. Как кандидат депутата на решающих выборы 2003 года, я хорошо помню, как безразличное большинство избирателей даже в моем московском округе относились к авторитарному повороту страны. После экономических трудностей, сопровождавших рак советской системы в 1990-е годы, многие люди были готовы принять негласный путинский общественный договор, более высокий уровень жизни, обеспеченный ростом цен на нефть, в обмен на отказ от политических свобод. Поэтому, когда сегодня политики и лица, формирующие общественные на Западе, говоря об ответственности российского общества за то, что допустили беспрепятственный приход Путина к власти, и в конечном итоге привели нас к нынешней войне, они правы, но лишь отчасти. Почему? Да потому что очень большая часть этой ответственности лежит и на самом Западе. Когда Путин пришел к власти, Россия была полностью интегрирована в международную систему, основанную на правилах, она принадлежала группе восьми промышленно развитых демократий, она была членом Совета Европы, признана защищать права человека на континенте, она была и остается государством участником Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в уставе которой прямо утверждается, что вопросы, касающиеся демократии, прав человека и верховенства закона, вызывают законную озабоченностью всех государств члена. Поэтому, когда Путин предпринял все более активные усилия по демонтажу российских демократических институтов, мы, российская оппозиция, нынешний полагали, что свободный мир выступит с критикой. Вместо этого американские президенты обеих партий приветствовали возвышение Путина. Джош Буш назвал его лидером нового стиля, реформатором, который внесет огромный флотто, чтобы сделать мир более мирным. Барак Обама похвалил его за выдающуюся работу на благо российского народа. Один канцлер Германии даже пошел работать в одной из крупнейших российских компаний, контролируя государство. Но, пожалуй, самый гротесный жест исходил от британского правительства, которое приветствовало Путина с роскошным государственным визитом, в комплекте с поездкой в конном экипаже с королевой и многомиллиардными выгодными контрактами, буквально через двадцать после того, как он включил ТВС в июне 2003 года. Я освещал этот визит как журналист, и никогда не забуду сюрреалистическое зрелище, когда британская политическая и финансовая элита принимала нового диктатора на роскошном банкете у лондонской ратуши. Помимо аморальности и цинизма этой реальной политики, архитекторы западной политики поддержки Путина проигнорировали два фундаментальных предупреждения из истории. Внутренние прессы в России всегда выливаются во внешнюю агрессию, и что умиротворение агрессора всегда ведет к войне. Опять же, свободный мир усвоен на собственном горьком опыте. После того, как за эти годы ему многое сошло с рук дома, так и за границей, неудивительно, что Путин думает, что ему сойдет рук и оккупация Украины. Невероятно, но на Западе до сих пор даются голоса, которые предполагают, что это все возможно. День за днем российское государственное телевидение, которое вынуждено смотреть в своей тюремной камере, транслирует заявления дружественных Кремлю политиков и говорящих голов в Западной Европе и Соединенных Штатах, призывающих к некому пониманию с Путиным по поводу Украины. И не могу придумать лучшего рецепта для катастрофы, и для новой, еще более крупной войны через пару лет, чем дать агрессору еще один шанс. У этого конфликта есть только один исход, который отвечал бы интересам свободного мира Украины и в конечном итоге российского народа. Громкое поражение Путина, за которым последуют политические перемены в России, и последует что-то вроде плана Маршала, программы помощи как для восстановления Украины, так и для помощи постпутинской России в построении функционирующей демократии, чтобы она никогда, подчеркиваю, никогда больше не становилась угрозой для своего народа и для своих соседей. Это единственный способ убедиться, что Европа, наконец, сможет стать целостной, свободной и мирной, и оставаться такой. И российское общество, и Запад несут ответственность за то, что позволили Путину зайти так далеко. Мы вместе разделяем ответственность за то, кстати, чтобы на этот сделать раз все правильно. Вот такая небольшая статья Владимира Карамурзы во вчерашней газете «The Washington Post». Я думаю, что при том, что формат этой статьи невелик, он очень плотно, интеллектуально насыщен, и он позволяет нам с вами подумать о том, что предложил нам Владимир Карамурза, и поделиться своими мыслями, своими мнениями. Причем для многих из нас эта статья может показаться противоречивой, но тем не менее, тем не менее, то, что написал Владимир Карамурза, заслуживает нашего внимания. Я в этом абсолютно уверен. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-90-90. 718-303-90-90. У нас еще есть 7,5 минут до завершения первой части программы. И пока вы собираетесь с мыслями, я бы хотел предложить свои комментарии к этой статье. Во всяком случае, до того момента, когда кто-либо из вас не наберет наш номер. Ага, ну хорошо, тогда я подожду со своими комментариями. Давайте попробуем с вами. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, господин Наксон. Это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Понимаете, я о себе сначала... Я очень благодарен и Горбачеву, и Ельцину по той причине, что именно они изменили ситуацию в Совке, и я смог приехать в Соединенные Штаты. Без их участия у меня бы это не получилось. Но я, безусловно, отношусь при этом к Ельцину с большим негодованием за то, что он позволил Путину прийти к власти. И все то, что происходило, это было, ну, фактически по правилам советского фашизма. И это, конечно, страшно. Вот. Это совершеннейший фашист. И тем не менее это случилось. Ну, что делать? Это было и остается фашистским обществом. Что касается Запада, тысячи раз говорю, что очень благодарен всем странам, которые помогают Украине, и в борьбе с фашизмом. Вот. Но, честно говоря, многие вещи, так как ведет себя Запад, совершенно непонятно. Возьмите расследование катастрофы с самолетом MH17. Ведь уже же понятно, кто это сделал, что. Очень долго длилось расследование. И что? Наказаны только, ну, будем говорить, в судебном порядке наказаны четверо исполнителей. А тех, кто руководил, и речи нет. Сейчас произошло массовое поражение, взрыв Каховской плотины, Каховской ГЭС. И что? Долго идет расследование и никаких действий со стороны Запада. Хотя фашизм уже совершенно нагляден. Но это ужасно. Что нас ждет? Бесконечные разговоры по поводу радиоактивного воздействия. Запад принял решение, что примут меры, если применят ядерное оружие. А его не применят. Будет техногенная катастрофа и дальше что? Или просто заражение радиоактивное. И что будет? Будет расследование. Долгое расследование, хотя может произойти большое заражение территорий, отчуждение территорий. И будет долгое расследование. Это, конечно, ужасно. Никто не говорит, что Россия – это фашистская стрела. Все атрибуты фашизма налицо. Никто не говорит о том, что Гитлер, уходя на тот свет, 2 мая 1945 года затопил берлинское метро. Уходя на тот свет, он захватил десятки тысяч своих же немцев. Потому что боялись, что Красная Армия пройдет по туннелям их тылы. Последнего, так сказать, убежища. Но это кошмар. Я не хочу сказать, что советские войска вели себя здорово. Нет. Ни в коем случае. Никита Кручев говорил, а зачем надо было Берлин брать штурман, когда город окружен. Погибло там то ли 400 тысяч военнослужащих, то ли 800, то ли миллион. Ну, советская статистика. Поэтому, конечно, печально очень многое было, как вы начали говорить об истории. И, к сожалению, печально остается сегодня. Бесконечные угрозы и действия цивилизации совершенно непредсказуемы, как непредсказуемы действия фашизма. И как поведет себя цивилизация, абсолютно непонятно. Вот это вот очень горько. Спасибо за внимание. Феликс, один вопрос, если вы позволите. Да, конечно. Как вы думаете, вот давайте вернемся в 1999 год, Москва. Да. Хорошо было известно об этой сделке между семьей Ельцина, между Путиным. Да, да, я все знаю. Хорошо известно. Да, это как бы не предмет каких-то секретных там соглашений. Все было на виду. Вопрос заключается в другом. Как вы думаете, вот Путин, как фигура, как личность, как государственные деятели, наконец, он типичен для России того времени? Или это какое-то абсолютно чужеродное тело? Вот если бы не было этой сделки, Путин или кто-то подобный Путину никогда в классы не пришел, а Россия проследовала бы каким-то демократическим курсом, пришли бы следующие пары, там, руководители России, избранные демократическим путем. Вот сама личность Путина, она органична для российского общества того времени или чужеродна? Как вы думаете? Мое мнение абсолютно органично. И я вот уже как-то звонил, говорил, что если Путин сдохнет сегодня, завтра, послезавтра, останется фашистская Россия, и придет такая же органичная личность. В этом-то и есть ужас фашизма, что он должен... Россия сегодня это злокачественная опухоль на теле мировой цивилизации. Она пытается сжрать эту цивилизацию. Поэтому персоны типа Путина безусловно органичны. Мое мнение. Спасибо. Спасибо за ваше мнение, Феликс. Спасибо вам. Итак, дорогие друзья, мы уже начали наш общий разговор, толчком которому послужила статья Владимира Карамарзе, опубликованная во вчерашней газете The Washington Post. На мой взгляд, она заслуживает внимания, поэтому с вами и поделился. Сейчас подошло время нашего привычного перерыва в средние часы. Давайте примемся на несколько минут и продолжим уже после перерыва. Оставайтесь с нами.